Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка компании Тикмил и сами я, Артур Идиатуллин. Азиатские фондовые индексы завершили торги в минусе сегодня в понедельник, находясь под влиянием комбинации внешних рисков. С одной стороны, большим разочарованием стала американская отчетность на прошлой неделе. В частности, рекорд по потере рыночной стоимости обновила компания Facebook, которая с опозданием раскрыла ухудшение некоторых ключевых метрик, таких как замедление роста выручки, снижение операционной маржи и расширение пользовательской аудитории. Рынок стер скапитализации социальной сети около 120 миллиардов долларов, при том, что такие крупные инвестдама, как Goldman Sachs, сохраняли по ней рейтинг покупать перед выходом данных. Падение акции Intel, другой технологической компании, вызвало опасение, что пожар может перекинуться на весь технологический сектор, который, к слову, обеспечил две трети бычьей динамики индекса S&P 500. Чем больше перекос в сторону некоторого сектора или акций, тем выше риски коррекции, в случае, если локомотивы роста перестанут выполнять свои функции. Крупные технологические компании с хорошей капитализацией имеют больше удельный вес динамики индекса и опережающий рост гигантов говорит о снижении диверсификации портфелей инвесторов на американском рынке, что ставит в зависимость широкий рынок, то есть индексы от узкого числа компаний и информация, относящаяся к их деятельности. Тем не менее, положительная отчетность других компаний технологического сектора сдержала распродажу индекса на прошлой неделе, поэтому в пятницу индекс S&P 500 у нас закрылся в минусе 0,66%. Фьючерсы на индекс сегодня заступили на красную территорию, но совсем незначительно, но давление на индекс, вероятно, будет возобновлено в преддверии бычьего заседания ФРС в среду. Рынок не ожидает объявлений изменений в политике регулятора в среду, однако степень уверенности необходимости двух повышений ставки во втором полугодии, прогнозы ПВП и инфляции позволят скорректировать ставки на доллар и американские акции. Внимание будет приковано к восприятию регулятором среднесрочного инфляционного эффекта от тарифов и меры борьбы с ним. Индекс доллара изменился сегодня незначительно против других валют. Сегодня средний известный X потерял во время лондонской сессии около 0,16%. И пока что на валютном рынке в динамике доллара продолжает царить затишье, которое у нас было на прошлой неделе. Во вторник пройдет заседание Банка Японии, и есть надежда, что слухи относительно ужесточения с прошлой недели как-то проявится в тоне обсуждения политики на пресс-конференции «Куроды». Регулятор предложил неограниченный спрос на банды в результате недавнего скачка доходности по облигациям, намекая на то, что таргетирование доходности сохранится в политике. Однако экономические эффекты от смягчения минимальны, поэтому есть вероятность, что регулятор сделает хоть какие-то замечания по поводу неэффективности агрессивной политики. Пара доллар-иена у нас сегодня держится на уровне около 111. Она изменилась незначительно, заступила на положительную территорию. И на прошлой неделе тесты ниже уровня 111, то есть попытка пробить уровень 110-500, это может говорить о наращивании бычьих ставок по паре доллар-иена, медвежьих ставок по паре доллар-иена и укреплении иены по результатам заседания во вторник. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!